Это проект эксперты на телеканале Атамикен Бизнес. Я Каежан Смогулов. Здравствуйте. Карантинные меры в Казахстане будут поэтапно ослаблять в зависимости от снижения уровня вирусной угрозы. О том, что происходит на этом фронте и как следует понимать, недавно объявлены изменения. Мне хотелось бы поговорить с вице-министром здравоохранения Казахстана Людмилой Бюробековой. Она сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Для начала давайте заглянем в будущее. По разным прогнозам нас ждет вторая волна эпидемии коронавируса. Все-таки насколько это вероятно и учитывается ли это в процессе снятия ограничительных мер? На самом деле, да, очень много экспертных мнений о том, что вполне возможно, что осенью нас настигнет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Как раз в этот период начинаются у нас и другие сезонные респираторные заболевания, такие как ОРВИ, парагрипп. Эти факторы тоже учитываются и, соответственно, мы разрабатываем план мер для того, чтобы к осени быть готовыми в случае появления новой вспышки коронавирусной инфекции. Парки и скверы теперь доступны для прогулок. Обязаны ли мы носить в скверах маски, перчатки и соблюдать друг от друга какую-то дистанцию? Ну, скажем так, с этой инфекцией нам теперь придется жить. Она пришла и будет среди нас. Возможно, вот есть последние данные о том, что вирус не так сильно мутирует, как об этом говорили ранее. И приобретенный иммунитет у тех, кто переболел, даст возможность им в дальнейшем либо заболеть в легкой форме, либо вообще не заболеть. Но угроза есть заболевания, поэтому нам сейчас нужно продолжать все меры, связанные как и с самозащитой, чтобы самим не заразиться. И в том числе, если вдруг все-таки заболевание произошло, подтверждено не заразить окружающих. Поэтому меры по прогулкам, о которых вы говорите, да, эти меры предусмотрены в последнем постановлении главного санитарного врача Республики Казахстан, где прогулки разрешены в количестве не более трех человек или, если это одна семья, то в составе семьи, с обязательным ношением масок, с соблюдением социальной дистанции, то есть это не менее двух метров, и использованием дезинфицирующих средств для рук в случае их загрязнения. То есть вот пока такие меры мы вынуждены сохранять. Ну вот вы говорите, что нам придется жить теперь с коронавирусом, но ведь ученые же по всему миру ищут вакцину, и наши казахстанские ученые, насколько я знаю, тоже ищут вакцину. На самом деле, да, поиски вакцин, то есть сейчас в разработке уже есть вакцины, в том числе и в нашей стране, мы надеемся, что в скором времени мы получим какие-нибудь более-менее достоверные результаты, но тем не менее разработка вакцины, она не всегда быстро происходит, это достаточно длительный процесс вывода ее уже на рынок для того, чтобы можно было использовать в людей, то есть сначала проходят доклинические испытания, потом клинические испытания на добровольцах, чтобы понять вот соотношение риск-польза. Поэтому вакцину мы, конечно же, все ждем, но ближайшие вот 2-3 месяца до осени она, скорее всего, не появится. Ну хорошо, а если вакцина будет разработана, то есть когда, я хочу все-таки быть оптимистом, когда она будет разработана, вакцинация от COVID-19 все-таки она будет добровольная или обязательная? Ну, срок разработки вообще одной вакцины в среднем, да, есть разные сроки, но в среднем занимает от года до полутора лет. Что говорить о обязательности, вот допустим, на сегодняшний день мы вакцинируем против гриппа ежегодно, то есть это ежегодно разрабатываем вакцины по рекомендациям ВОСТом, определенные штаммы определяются, какие будут циркулировать, и производители в соответствии с рекомендациями производят такую вакцину, которая, как правило, поступает на рынок в август, ну, конец июля, август месяц, и уже с сентября начинается плановая вакцинация. У нас в стране эта прививка добровольная и по определенным категориям пациентов, то есть не всех прививают, это дети, это беременные, это пожилые с хроническими заболеваниями. Вот по поводу того, чтобы она стала обязательной, то есть это необходимо ввести ее в национальный календарь прививок, то есть вот когда вакцина появится на рынке, тогда уже этот вопрос будет рассматриваться в более детали. Ну хорошо, вот появилась информация о том, что с 18 мая откроют некоторые кафе. А можно ли в Казахстане рассматривать опыт некоторых европейских стран, где в ресторанах используют какие-то прозрачные перегородки, изолирующие социальную дистанцию и так далее, позволяя ресторанам работать? Да, вот как раз на последнем заседании межведомственной комиссии было принято решение о том, что будут открытые летние кафе, то есть летние площадки у кафе и ресторанов, а также рестораны с посадкой не более 30 мест. Соответствующие вот меры и как нужно соблюдать их сейчас разрабатываются уже и в ближайшее время будут утверждены постановлением главного санитарного врача. Но там будут такие же меры предусмотрены, как и всегда мы рекомендуем. Это социальная дистанция, это соблюдение повышенного ДЭЗ-режима, то есть обработка всех предметов. То есть все эти меры будут в ближайшее время изложены и опубликованы. Сообщалось, что для работающих родителей, точнее для их детей, будут организованы дежурные группы в детских садах. О чем идет речь? Собственно, это какие-то особые группы или те же самые, как обычно были, группы в детских садах? Речь идет о том, что будут создаваться дежурные группы каждой возрастной группы. То есть, допустим, младшая группа, средняя группа, либо старшая и дошкольная, для тех родителей, которые должны ходить на работу и им не с кем оставить детей. И, соответственно, все меры, которые должны соблюдаться в дошкольных учреждениях, в таких группах, они уже у нас разработаны и утверждены последним постановлением главного санитарного врача. Это вот у нас два постановления вышло, 35 и 36, 10 мая. Там обязательно, то есть, детей должны приводить в садик здоровые взрослые, то есть, чтобы у них не было контакта с больным, чтобы последние 14 дней не было ванаме выезда за рубеж, либо выезда в территорию, где есть высокие цифры по заболеваемости. Взрослые не должны будут заходить внутрь детского сада. У деток должны быть обязательно справки о том, что они здоровы. Но справки не о сдаче на тест ПЦР, я сразу акцентирую на это внимание, а в целом справка об эпид-укружении, что ребенок здоров, у него нет каких-то катаральных явлений, температуры, кашля или еще что-либо. И полностью, какие меры ДЭС-режима нужно соблюдать в детском саду, во время прогулок, если есть возможность выходить на улицу. То есть, точно так же это социальная дистанция, это обязательно обработка рук после прогулки, организация питания в детском саду. То есть, все это предусмотрено у нас в постановлении главного санитарного врача. Но мы же все равно знаем, что дети все равно болеют. Обычное дело, какие-то, я не знаю, насморк, кашель. То есть, с обычным ОРВИ в детский сад не пустят. К сожалению, да, ребенку придется переболеть дома. Остаться дома, чтобы не рисковать здоровьем других деток. Хорошо, давайте к другим вопросам. Было сказано, что уже семь городов снова связаны авиасообщением. Почему бы не открыть снова автомобильное сообщение и так далее? То есть, я просто пытаюсь понять логику. Почему на самолетах можно, на автомобилях и поездам пока нельзя? Ну, если вы помните, запуск рейсов происходил поэтапно. Сначала это были только города Алматы и Нур-Султан. Затем расширили семью из Каменогорска, Казаларда, западные регионы. То есть, исходили из того, где наименьшее количество прироста по заболеваемости. И первое время, если помните, мы согласовали наличие справки ПЦР годной не менее 7 дней. Но так как вот за время полета всего двоих положительных перед полетом мы выявили, то приняли решение, что можно отказаться от требований этих справок, потому что на самом деле тест не очень дешевый, когда это проходишь платно. И соблюдение режима масочного, соблюдение мытья рук и обработки их средствами во время перелета позволит нам все-таки не распространить, скажем так, инфекцию. Поэтому, когда опыт по перелетам у нас произошел, также мы рассмотрели на Межведомственной комиссии вопрос запуска и железнодорожного транспорта. И с 1 июня уже КТЖ планирует запуск поездов. Требования по поездам, это было рассмотрено на Межведомственной комиссии буквально на днях. Соответственно, требования, как будет происходить рассадка, какие меры будут предприниматься, как раз сейчас в разработке вместе с требованиями к ресторанам и кафе. Уже все меры будут утверждены и заблаговременно будут все оповещены, в том числе и КТЖ. Ну вот вы упомянули, что тест на коронавирус, мягко говоря, не дешевый. Насколько я помню, когда владелец одной из лабораторий объяснял цену, он говорил об импортных составляющих и так далее. Каким-то образом можно удешевить этот тест? Ну я не знаю, производить его, например, в Казахстане? Полностью с вами согласна. Ну скажем так, тест действительно сам по себе очень дорогой. И мы пока их импортируем, то есть мы закупаем частности для того, чтобы проводить ПЦР-тестирование наших групп, это и по эпидопоказаниям, и пациентов, которые заболели. Мы закупаем китайские тесты компании BGI. На сегодняшний день мы уже более 400 тысяч тестирований провели. И сейчас у нас в наличии тоже находятся более 400 тысяч тестов для того, чтобы все наши мероприятия, которые мы проводим, а также у нас есть поручение главы государства довести количество тестирований до 25 тысяч в день. То есть необходимых запасов тест-систем мы произвели. Что касается отечественной разработки, на сегодняшний день уже существует у нас производитель, который самостоятельно разработал тест, он его зарегистрировал, и в настоящее время проводится валидация тестов на их качество, чувствительность. То есть мы проводим сравнение с теми тест-системами, которые у нас есть, потому что у нас несколько видов тест-систем, в том числе и те, которые нам предоставила Всемирная организация здравоохранения для проведения референтного тестирования. То есть это обязательная процедура. У нас есть референс-лаборатория в городе Алматы, и мы определенное количество положительных и отрицательных результатов передаем к ним для проведения реферирования и подтверждения тех результатов, которые были получены ранее. Вот как только процедура валидации произойдет, компания готова производить до миллиона тестов в месяц. Цена у них достаточно привлекательная для государства. В настоящее время мы проводим... У нас есть такая процедура, это заключение долгосрочных договоров между производителями отечественными и СК-формацией сроком на 10 лет. И в настоящее время мы проводим процедуру утверждения номенклатуры для того, чтобы объявить конкурс для заключения долгосрочного договора. Несколько компаний изъявили желание производить данные тесты, помимо той, которая уже производит и зарегистрировала. И я надеюсь, что к июлю у нас уже будут заключены долгосрочные договоры, и мы как раз исчерпаем запас своих тестов китайского происхождения и уже начнем приобретать их у отечественных производителей. Ну вот вы не стали называть цену, просто обозначили, что она может быть комфортной. А все-таки о каких суммах, о какой стоимости может идти речь? Ну, скажем так, один тест, который мы сейчас закупаем у компании BGI, для государства обходится в 13 долларов. Компания нам обещает хорошую цену в два раза ниже, то есть около 6 долларов. Вместе с расходными материалами. То есть помимо того, чтобы сделать один тест, нужна не только вот сама тест-система, скажем так, которая делается, нужны еще расходные материалы. Это специальная транспортная среда, это зонды для отбора образцов, потому что тест делается, если вы проходили, берется мазок из носоглотки. Вот специальные зонды, транспортная среда и специальные реагенты для выделения РНК-вируса. То есть вот мы закупаем все это отдельно, и только один тест стоит 13 долларов. А компания наша, отечественная, предлагает нам уже вместе с транспортной средой по цене на сегодняшний день в процессе переговоров в два раза дешевле. Было заявлено, что дистанционное обучение для школьников и студентов продлится до конца года. Вот мне хотелось бы уточнить, речь идет о конце календарного года или о конце учебного все-таки года? Это разные вещи. О конце учебного года, конечно же. То есть учебный год дети закончат дистанционно, и многие студенты его уже закончили дистанционно, остались только школьники. И вот сейчас как раз у нас идет процесс обсуждения с Министерством образования, как правильно организовать вручение аттестатов школьникам, потому что это же тоже, ну скажем так, одно из ключевых моментов событий в жизни, когда дети получают аттестаты. Естественно, мы не можем запретить эту процедуру проводить. То есть мы как раз сейчас совместно разрабатываем, как лучше сделать, чтобы у детей все-таки праздник состоялся. А уже вот то, что касается 1 сентября, оно, естественно, настанет, и дети пойдут в школу. Но пойдут ли они очно или это будет опять дистанционно, я думаю, будут решаться к началу учебного года, потому что пока спрогнозировать эпидситуацию на 1 сентября достаточно сложно. Ну то есть получается, что все равно, да, есть риск того, что 1 сентября школьники не сядут за парты и снова будут учиться дистанционно? Вполне может быть. Если вторая волна все-таки придет, и придет она раньше, то вполне может быть, что форма дистанционного обучения будет применена и далее. Но сейчас трудно об этом сказать. То есть я думаю, ближе к августу уже решение будет приниматься. Итак, напомню, что на прямой связи с нашей студией была вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Биробекова. Огромное вам спасибо. Спасибо большое вам за организацию этого интервью. И надеюсь, мы еще продолжим общаться в таком же формате. Это будет наше не последнее интервью. Итак, это был проект «Эксперты» на телеканале «Атамикен Бизнес». Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго!